Новейшие технологии и научные достижения Нередко сподвигают ученых на различные начинания, в том числе совершенно безумные и грозящие катастрофами, а иногда и прямо к ним приводящие. Представляю вашему вниманию десятку научных проектов, большинство из которых связано с военным делом. Часть осталась на этапе планирования, некоторые не выдержали экспериментальную проверку или же привели к неожиданным последствиям. Project Cirrus – проект, нацеленный на изменения и ослабление ураганов и смерчей, которым совместно занимались ВВС США и General Electric. 13 октября 1947 года в рамках проекта с самолета сбросили около 80 килограмм сухого льда на ураган, двигавшийся с запада на восток и направлявшийся к морю. Ураган тотчас повернул к городу Саванна в штате Джорджия и оставил полторы тысячи человек без крова. Проект закрыли, и 15 лет к подобным экспериментам не возвращались. Грибком по урожаям – проект американских вооруженных сил, нацеленный на превращение в оружие грибка «Магнопорта грисея», который поражает сельскохозяйственные культуры. Этот грибок агрессивен, быстро размножается и может загубить до половины урожая. Идея состояла в том, чтобы сбрасывать грибок на поля противника с помощью бомб или заражать источники воды. К счастью, проект свернули в начале 60-х годов прошлого века. Чума как оружие – советский проект по использованию чумных бактерий, а также патогенов, вызывающих оспу и сибирскую язву, в военных целях. СССР подписал в 1969 году конвенцию о запрещении бактериологического оружия. Однако в 1989 году ученый Владимир Пасечник бежал на Запад и сообщил о том, что СССР по-прежнему разрабатывал наступательное бактериологическое оружие. После распада СССР информацию подтвердили официально. Project SEAL – проект американских и новозеландских вооруженных сил по формированию искусственных цунами. Идея проста – инициировать буйство стихии посредством подрыва мощных бомб под водой. Прожил проект недолго. В 1945 году, после всего года испытаний, США отказались от этой затеи. Новая Зеландия проводила опыты еще дольше. Более 3500 боезарядов были подорваны у побережья Окленда. Но все без толку. Тектоническое оружие. Идея состоит в том, чтобы провоцировать разрушительные землетрясения путем подрыва ядерных боезарядов в местах тектонического напряжения. По слухам, с 1987 по 1992 годы существовали две секретные советские программы – «Меркурий» и «Вулкан», нацеленные на создание оружия такого рода. И вся страна твоя будет под водой Атлантического Тихого океана! Армия гибридов. Крайне сомнительный эксперимент советского профессора Ильи Ивановича Иванова по созданию гибридов человека и шимпанзе для использования их в военных целях и для выполнения тяжелых работ. Попытки осеменить самок шимпанзе человеческими сперматозоидами провалились. Информация о том, имели ли место обратные эксперименты, остается весьма противоречивой. Официально эти проекты были остановлены в начале 30-х годов прошлого века. Микробиолог Ананда Чакробарти, который в 1970-х трудился на General Electric, создал генно-модифицированную бактерию Pseudomonas putida, способную поглощать сырую нефть. Чакробарти даже смог запатентовать свою технологию и выиграть связанный с этим делом суд. Однако, что касается крупномасштабных полевых испытаний бактерий для борьбы с разливами нефти, то здесь информация носит противоречивый характер. Проект Starfish Prime. Проект, по сути, сводился к подрыву ядерного заряда в магнитосфере Земли, с тем, чтобы проверить возможность применения возникающего при взрыве электромагнитного импульса для борьбы с электроникой противника. Взрыв, произведенный в 1962 году, привел к увеличению концентрации заряженных частиц в радиационном поясе Земли и отказу ряда спутников на низких орбитах. США и СССР довольно быстро отказались от высотных ядерных испытаний. В 1929 году немецкий инженер Герман Оберт предложил проект орбитальной станции с массивной вогнутой линзой, которая должна была направлять солнечный свет в нужную точку на поверхности Земли. Подобное оружие позволило бы сжигать целые города и испарять водоемы. Нацистское правительство прикинуло смету и убрало проект под сукной. Проект А-119 был задуман в начале космической гонки между СССР и США. На фоне первых успехов СССР в деле освоения космоса, кому-то в ВВС США пришло в голову, что подрыв ядерного заряда на темной стороне Луны — это отличный способ показать силу. Предполагалось, что облако от взрыва было бы видно с Земли невооруженным глазом. Ни проект А-119, ни его советский аналог Е4 реализованы не были. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова